Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня я хочу вашему вниманию представить научную статью, опубликованную в этом году в одном из российских журналов, а именно в проблемах исторической поэтики, который издаётся на базе Петрозаводского государственного университета. Статья называется «Генезис образа Сэркэнсэсэна в эпосе Оланхо». В науке принято считать, что в развитии первобытного общества имеют место быть три закономерности. Это переход от собирательско-охотничьего хозяйства к производящему труду. Во-вторых, переход от каменного века к веку металла, то есть по восходящей линии. Это исторические периоды палеолита, мезолита, неолита, полиметалла и неометалла. И в-третьих, переход от матриархата к патриархату. И в этой работе показывается, как эти эпохи отражаются в мифологическом образе старика Сэркэнсэсэна. С этой точки зрения интересным представляется выявление древних слоёв образа в виде элементов матриархальной мифологии. Так как уже само указание в текстах Аланхо на принадлежность образа к мужскому полу старика Сэркэнсэсэн служит элементом патриархальной мифологии. Далее перейдём непосредственно к ходу исследования. Структура исследования состоит из четырёх частей. В начале выделяются характерные черты образа в описательной статике, где в список статистических характеристик входят название образа, его эпитеты, описание внешности старика, атрибуты, локус и генезис. Обзор многих текстов Аланхо показывает, что во внешнем облике образа Сэркэнсэсэна устойчивыми признаками являются его мужской облик, его маленький рост, длинная борода, белый цвет волос и бороды, а также одежда из беличьей шкуры. Атрибутами Сэркэнсэсэна являются трость и топор. Местом обитания данного мифологического образа является периферия жилого эпического пространства – север. При этом наблюдается устойчивая связь образа с водой, лесом, деревом или его фрагментом пнём, а также с нижним миром. По генезису образ имеет божественное происхождение. Во второй части исследования выделяются характерные черты образа в сюжетной динамике. Речь идёт о функциональных особенностях данного образа. Сэркэнсэсэну присущи функции помощника и защитника людей племени Аи, покарателя злых сил, обладателя магических свойств, посредника между людьми и верхними божествами, примирителя противодействующих сторон. В третьей части исследования выявляются истоки мифологического образа старика. Анализ показывает, что локативные особенности образа, а именно расположение у моря, леса и под пнём, детерминирующих и положительную, и отрицательную семантику в народном представлении, приводит к единому знаменателю, а именно локальный персонаж Сэркэнсэсэна отражает идею циклической реинкарнации. Отголоски сходств выявляются в функциональных особенностях антропоморфного образа Сэркэнсэсэна с древним мифологическим символом плодородия и растительности, хозяйкой земли Аналах Ченхотон, с образом творящего начала Сюрюм Аи Тайанам, с образом грома и молнии Сюгэ Тайанам. Обнаруживается также связь со стихией огня, то есть с образом духа хозяина огня Ануккан, а также связь с духом хозяином леса Байбары Лах. Интересную семантическую подоплеку имеет в себе одежда рассматриваемого образа, а именно одежда из одной беличьей шкурки. В народном восприятии естественные зоологические свойства белки послужили отправным пунктом мифологизации. Так, с одной стороны, белка, живущая в дупле и бегающая вверх-вниз по стволу дерева, предстает медиатором, то есть посредником, между верхом и низом, между верхним миром и нижним миром. А с другой стороны, предки якутов, наблюдая за поведением белки, приписывали ей свойства умного зверька. Почему? Белка осенью, запасаясь едой, зарывает ее в землю, а в холодную длинную зиму под толще снега способна ее безошибочно находить. Вот такое умение белки истолковывалось как проявление ума. В народе до сих пор широко бытует выражение тигмеи, беличий мозг. Так принято говорит о умных людях, о людях с высоким интеллектом. Так ипоставь образа старика, видя зооморфного существа белки, ассоциируется с умом и мудростью. В четвертой части исследования демонстрируется, собственно, сама эволюция антропоморфного образа старика Саркен Сесена. Древняя основа образа порождается эпохами палеолита и неолита. Так образ восходит к женскому прообразу плодоносящих сил Матери-Земли, который позже эволюционирует в образ подателя душ, носителя тайных знаний. Дальнейшее развитие, связанное с шаманской космологией, способствует появлению мудрого старика, предсказателя судеб мира. Более поздняя трактовка антропоморфного образа связана с приписыванием ему функций первого создателя письменности, а современная интерпретация образа отражает идею символа духовного обнищания общества. Мифологический образ Саркен Сесена воплощает в себе хтонические, космические, зооморфные, анимистические черты демиурга и культурного героя. Таким образом, этот мифологический образ, несомненно, относится к архаическому типу мифологических представлений предков, который таит в себе очень древние элементы матриархальной мифологии. Ну и в конце я бы хотела бы призвать многих интересующихся изучить эту статью, прочесть статью. И я очень надеюсь, что данная статья послужит толчком для появления новых идей в исследованиях эпических образов, которые остаются одним из актуальнейших проблем современной якутской фольклористики. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok